Может быть будет трудно. Дай бог, чтобы это был не сон, потому что они нас одолели. Посмотрите, что вообще творится. Это какой-то кошмар. Наверное, вот этот пик, о котором говорили. Порывы 18 метров. Есть. Самая крупная наша рыбка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас в этом году, то есть сейчас, юбилейный 10-й Галилейской карты. Учитывая, что такой турнир мы проводим раз в году, мы хотим, чтобы он действительно запомнился всем. Глаза хитрые. Первый. Опа! Номер один. Вот почему глаза хитрые. Привет всем, друзья. Привет всем любителям карповой ловли. Так, сегодня у нас на дворе январь. Это не монтаж. Я реально нахожусь сегодня на карповой рыбалке на прекраснейшем водоеме Кенерет, на котором будет проходить пятисуточный турнир Галилейский карп. Сейчас уже ребята заканчивают жеребьевку. Нам выпал 14-й сектор. Многие сейчас не знают, хорошо ли это или плохо, потому что команды сидят очень далеко друг от друга. Будет рыбалка происходить по двум берегам. Ну, можно сказать, каждый ловит в своем секторе. Что из этого получится, мы узнаем совсем скоро. Я постараюсь для вас сделать такой отчет в виде влога. И обо всем происходящем буду рассказывать по ходу всей рыбалки. Делиться с вами как мыслями, так и результатами. Так что, друзья, всем удачи. Погнали. Так, друзья, мы прибыли в сектор. Конечно, по логистике такой себе. Много очень крупных камней. Завтра покажу, что там творится около берега. Реального луны. Ну, вроде как расчистили более-менее, нашли ровное местечко. Вот столько у нас вещей на пятидневный турнир. Ну, тут, не знаю, килограмм, наверное, только 200 корма. Вот, сейчас расставили шатер. Точнее, два шатра. Ожидается сильный ветер с дождем, поэтому решили сделать комфортную зону. Вот их вместе соединили. Два, три на три метра. Сейчас с одной стороны палатку одну поставим. С другой стороны вторую. Очень крупные валуны. Около берега еще крупные. Ну, ладно, сейчас я буду помогать ребятам. И что же получится, вот это вам в виде покажу вам. Да, кстати, еще это все дело но носили. Машина стоит далеко. А ветерок обещают 11-10 как минимум. Ну, мы, наверное, здесь и оставим. Месяц палатка. Месяц палатка согняется вообще. Присыпем галькой. Как лучших секторах Англии. Вот наш колышек. Давай, может, иду. Пол восьмого вечера. Старт у нас в шесть утра. Нам нужно успеть расставить полностью лагерь. Две палатки, кухня. Шатры более-менее нашли. В принципе, под камнями песок. Но иногда попадаются камни, которые невозможно пробить. Перфоратор надо с собой привозить в следующий раз. Юр, трекерская сумка, это оно? Это все прикормка. Потихонечку приобретает в лагерь свой уже вид. Ну, совсем чуть-чуть осталось. Обустройство лагеря заняло достаточно длительное время. Лишь только к часу ночи нам удалось все закончить. Надежно закрепили палатки, растянули шатры. И за вкусным ужином с домашним пловом мы обсудили планы на следующий день. Так как большая активность в последнее время на данном водоеме рыба проявляет именно в ночное время и ранним утром, а старт планировался на 6 утра. Поэтому было принято решение сразу закрепсовать четыре удилища лесенкой 70, 80, 90 и 100 метров и попытаться поймать случайную рыбу, которая, возможно, кормилась у нас в секторе. Ширина секторов 40 метров. Это в два раза больше, чем на стандартных соревнованиях. Конечно, это связано только с масштабами этого водоема. Поэтому мы спокойно разместили четыре удилища в левой части сектора, а в правую начали маркирование. Очень важно было сразу четко отмаркириться до девяти часов, так как утром обещали сильный ветер с порывами до 15 метров. Не спеша, примерно за полтора часа мы нарисовали полностью нашу карту и было над чем задуматься. Пока у нас штиль, мы успели отмаркириться и найти более-менее перспективные точки. маркира улетали до 140 метров и если посмотреть по карте, примерно с 138 метров до 120 у нас идет одна и та же глубина, это 37, 38, 39 и 43 бананов с правой стороны в левую на небольшое углубление. там по структуре такие же камни, как и здесь на берегу, и мелкие, и крупные, и разные. Такое ощущение, что немножко заеленый, маркер временами где-то туго идет и отбивает. И первая наша перспективная точка это на дистанции 120 метров по центру. Кстати, да, еще одна из особенностей маркерения на таких соревнованиях то, что у нас сектор очень широкий, 40 метров. Если мы по центру будем делать лучи, будут, конечно же, большие погрешности. Поэтому мы приняли решение сделать один луч слева края сектора по центру и справа. Итак, что у нас получилось? На 121 метре у нас идет четкое изменение в структуре дна. Начинают прям чистые камушки отбивать. Дальше идет, как уже сказал, заеленые камни. По центру это дистанция 121 метра на 117 с изменением также по глубине на 3,5 банан. То есть примерно 1 метр свала это самая наша дальняя бровка, до которой мы смогли добросить. Примерно такая же ситуация и в левой части сектора, но там немножко глубже. Вторая ступенька у нас, скажем так, такая лесенка. Как мы поняли, я сейчас вам позже покажу. Наглядно здесь много всего нарисовано, но вторая четкая граница у нас есть на 103 метрах, причем эта дистанция сохраняется на всем нашем участке, то есть линия получается более-менее ровная. Здесь у нас глубина 31 банан, то есть чуть больше 9 метров. И также есть подъем на 28,5 бананов, то есть еще бровка. Здесь самое твердое дно, которое отстукивает, возможно, там даже ракушка есть, то есть мы ее тоже взяли на вооружение. Третья точка, это самая ближняя, которой нам также советовали ее не упускать из вида, это на дистанции 65-68 метров, здесь идет также разница в 3 бананов, достаточно крутой подъем. В общем, друзья, на первое время мы сделали акцент на левую сторону, если посмотреть на береговую зону, то можно увидеть гряду, которая сделала была искусственно, когда разделялись пляжи, и эта гряда уходит, как нам сказали, в воду на 50 метров, то есть возможно, это небольшое укрытие, которое карп облюбует, где будет забиваться корм, и как нам сказали, карп идет с левой стороны, огибает эту гряду, и на этой ближней точке мы расположим свои первые оснастки, то есть у нас с левой стороны, скажем так, в принципе, и справа, зона покоя, но сделали лесенку слева направо, то есть ближняя точка, самая крайняя у нас будет 50-60 метров, грубо говоря, вторая это 90, и по центру самая дальняя точка 117 метров, это по корму, ловить мы будем дальше, если посмотреть на карту глубин, вот у нас есть левая часть и правая, в правой стороне у нас здесь более выраженный рельеф, у нас вот видите свал с 50 на 55, приличный свал, дальше идет плата практически в 10 метров, то есть возможно сюда подбивается корм течением волной естественный корм, в том числе наверное и наш там будет, поэтому это хорошая точка, ее будем обязательно облавливать. Следующий свал у нас как видим идет с 88 до 100 метров 98 с четкой вот этим твердым участком, о которой я раньше рассказывал, там мы сделаем вторую точку и ниже есть небольшая плата, возможно туда корм также будет скатываться и мы как бы на подходе будем именно ловить за пятном, конечно на ночь мы также будем пробовать и в корм кидать оснастки, но пока что сделаем так. И вот в левой части у нас здесь немножко рельеф такой крутой, видимо это связано с тем, что вся наша левая сторона она глубже, там примерно на метр, но примерно по дистанциям у нас все то же самое на 98 метров у нас вот есть сильный свал и ниже плата будем кормить 98-95 а ловить вот на плате которое начинается со 105 до 110 метров и конечно же наша третья точка это изменение по структуре и небольшая разница в глубине на 117 метров корм и будем ловить за кормом и в самом корме что у нас получится друзья узнаем в ближайшее время едва ли мы только успели выбрать перспективные точки как подол встречный боковой очень сильный ветер поднялась огромная волна но кормить было нужно так как в ночь не хотелось заходить без корма точка нам это позволяло делать потому что знали что корм все равно соберется в яме и даже такой сильный штормовый ветер нам будет не совсем большой помехой стартовый закорм у нас состоял большей части из пылящих фракций сыпучая прикормка зерновые резанные бойлы пополам первая поклевка себя не заставила долго ждать но это был обидный сом который не шел в зачет вываживать на такой волне было очень проблематично нагоняло большое количество песка и рыбу совершенно было не видно подсачивали можно сказать по литкору 16-20 мы получили хороший паровоз но к сожалению это был сход а 18 часов ровно взяли первого карпа на кило 950 это моя первая рыба сезона очень было приятно открыть сезон так рано по вечернему протоколу мы были на седьмом месте с одной рыбой и очень много еще команд не ушло от нуля хотя выявлялся уже первый лидер 17 сектор ловил достаточно крупную рыбу и уж ходил в отрыв ночью падал сильный шквальный ветер не было видно вообще никаких ориентиров забрасывать было очень сложно благо мы заранее разместили ленту на берегу чтобы иметь хотя бы приблизительное направление заброса и примерно в час ночи как только изменился ветер на южный был штиль буквально 10 минут которые мы быстренько воспользовались и перезабросились более точно на стике вешались моментально мелкие усачи из-за наверное наличия сыпухи в корме но это нужно было обязательно делать так как большая глубина и нам необходимо было доставить корм именно на дно в нужное место друзья всем доброе утро только что мы получили очередную поклевку 8.20 карпель небольшой в районе 2 чуть больше килограмм что касается корма учитывая особенность рельефа в нашем секторе а это глубина средняя около 10-12 метров поэтому есть свои особенности кормления на данном водоеме плюс течение плюс постоянные сюрпризы от погоды это шквальный сильный ветер ночью вообще сегодня был какой-то апокалипсис до 17-18 метров порывы были поэтому начинаем за основу мы берем половинки бойлов это чтобы они не перекатывались будут отлично держаться на течении конечно часть все равно скатится вниз в яму я думаю что сейчас весь корм там наш сконцентрирован о чем говорит забросы когда мы попадаем в точку маленький усач быстро садится на оснастке от стиков мы сейчас отказались и так же отказались от еще одного ингредиента который мы заранее приготовили это кукуруза с пшеницей не хотели ну тренировка недавняя показала что он был неактивный а вот почему-то в нашем секторе уже два сама и куча вот этих усачей поэтому мы немножко изменяем состав и основу наших нашей прикормки составляет бойло это все сладкие фруктовые бойло вот эти вообще Юра сделал собственно изготовление без консервантов первый день с ними будет отлично ну и то чтобы изменить просто цвет прикормки и скажем так структуру частиц часть 2 килограмма бойлов это тоже груша со специями мы добавляем порезанные на 4 части вот так вот у нас достаточно большой микс у нас это будет закорм на 2 точки и конечно же самое главное лакомство здешнего карпа это тигровый орех с соплями по правильному рецепту который мне здесь ребята рассказали и дали добро на то чтобы я снял видео как правильно приготовить орех видите какие сопли это по мнению многих уменитых рыбаков карпятников самое лакомство которое карп обожает и они даже ценят его больше чем сам орех щедро добавляем у нас его заготовлено огромное количество посмотрите вообще просто тянутся эти сопли стелятся так вот на дне и карп охотно их поедает вот так вот я думаю будет самый раз одна треть бойлов точнее одна треть ореха и две трети бойлов дальше заливаем это все ликвидом особо мы скажем так варома здесь не верим но чтобы сделать небольшой маячок на основе цсл это немпуска медик дикий мед кстати от пчел петя привет пока работает вот и самый важный момент в принципе прикормка очень похоже на кормление в на волге на течение здесь все то же самое поэтому мы добавим два самых еще важных ингредиента это глина и сыпучая прикормка как бы мы не хотели от нее сейчас отказаться первое это присутствует поверхностное течение от сильного ветра которое если мы будем кормить обычным сподмиксом унесет неизвестно вообще куда второе это течение донное в нашем случае оно как бы здесь мы так поняли по лескам по маркированию когда марки всегда уносят влево идет потяжка влево под гряду которая находится у нас слева поэтому нужно все это дело закрепить в шары в лепешки и отправлять шары мы не любим поэтому мы будем делать сейчас вот такие бочонки маленькие которые кладем в спом и забрасываем со спода лепешка падает не разбиваясь опускается на дно и там постепенно растворяясь мы делаем одни плотные другие послабже тем самым у нас создается такой шлейф из сыпучей прикормки ароматизаторов различных и наши самые главные частицы донные они лежат на дне с откуда мы пока что получаем поклевки это вот наш скажем так корм наша пища для карпа а вот это это все связующие наш способ доставки этой прикормки на дно 12 метров неизвестно после приводнения с помпа куда она полетит а лепешка всегда более-менее четко ляжет также дополнительным связующим мы будем использовать крушеный тигровый орех для меня вот этот ингредиент вообще новинка вот такой достаточно рыхлый такой порошок который дополнительно связывает все друзья в принципе дальше процедура самая простая все мы это дело засыпаем перемешиваем и лепим лепешки и наш микс готов только у нас прошло взвешивание 2500 там с копейками наш карпик потянул у нас случилась поклевка на третье удилище это 120 метров вторая наша точка сегодня скажем так дальняя поймали на нее буквально наверное 10 минут назад маленького кусача и без стика перезабросили туда же в точку хороший паровоз у Вова у нас парень быстрый рука по ощущениям тяжелая это одна из самых может быть будет трудно дай бог чтобы это был не сон потому что они нас одолели вчера сегодня не было ну вот твою мать не сон не сон Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 хорошие сектора сейчас мы с первым отстатки я даже не знал, что именно тащить в какой бы сектор мы ходили явно у кого-то лидера нет но сейчас вырисовывается картина и на данный момент уже полна большая тонна рыбы что очень, конечно, классно есть азарт, есть борьба причем ловит несколько секторов достаточно хорошо в принципе, то, зачем мы сюда все приехали некоторые команды получают жалко, конечно, мы довольствуемся небольшими уловами последнее время у нас получают сходы заново у меня уже какая-то идет ассоциация Кенерета со сходами но более-менее в последнее время мы на их пытаемся преодолеть сейчас у нас идет сильный ветер штормовой с порывами до 18 метров очень тяжело забрасывать но у нас все равно все четыре палки заброшены благо, что мы хотя бы сейчас не заботит нас проблема быта мы поставили скажем так, буквой Г наш лагерь две палатки и находимся сами под шитрами то есть есть тихое место где можно спокойно находиться и вязать оснащив также зная все непогодные сюрпризы которые нас должны были настичь мы также сделали задел на сегодня по корму потому что кормить в такую погоду совершенно невозможно делали мы так лепешки так уже и пробовали кидать со спомбы потому что было абсолютно так и почти надеюсь, что корм у нас примерно в этой области остался хотя маловероятно есть у нас вопросы по вообще тактике в этом секторе наверное я о них уже поделюсь в конце видео потому что сами до конца толком ничего не поняли очень сложный сектор но несмотря ни на это я все равно рад что я нахожусь на карповой рыбалке в январе может быть даже такой опыт и лучший мы наверное все что-то только можно мы попробовали на все что только способны мы уже делаем реально все возможно не присели вообще ни на минуту за эти 4 дня но только сегодня конечно немножко есть время вам рассказать о прошедшем турнире давайте расскажу об остатках которые мы придумали чтобы забрасывать вот эту ненастливую погоду первым делом нам хотелось бы ловить на те насадки которые изначально ловит наверное если в каждый сектор зайти то у всех будет стандартная насадка это тигровый орех с пластиковой кукурузкой то есть это здесь насадка номер один вот вначале нас одолевали усачи мы отказались от стиков но среди таких погодных условий нужно как-то забрасывать мы убрали клипсы поставили инлайн на литкоре у нас находится стик и по вашкой мы привязали здесь волос чтобы ничего не путалось вот такая оснастка реально хорошо прошибает ветер и хотя конечно от дальней точки мы сейчас можем только мечтать 120 метров но на сотку спокойно забрасываем вот пожалуйста у нас еще и начался сейчас дождь в общем в это время сейчас посмотрите что вообще творится это какой-то кошмар наверное вот этот пик о котором говорили порывы 18 метров я надеюсь что наш шатер все наши укрытия останутся на месте также мы получали поклевки на приподнятые оснастки ловили на классический ронни риг но сейчас опять же таки из-за ветра мы решили поставить вертолет но он со своеобразной клипсой которая позволяет отстегивать отстегиваться грузилу при поклевке это очень важно потому что у нас есть в секторе также зацепы мы оторвали при выматывании даже несколько оснасток некоторые повторно вытащили даже но в общем камни крутая обровка вот такой маленький чудрик да тут кстати проблема на проблеме очень интересная говорю поучительная ловля у нас не просто поп-ап у нас поп-ап еще залит запаян в защитную пленку которая защищает от раков она у нас защищает от усачей потому что примерно за 20 за 30 минут от поп-апа не остается ничего здесь же более-менее как бы стоит и на него мы даже получили поклевку вот в принципе пока что ситуация у нас такая не радует абсолютно тенденция поклевок потому что в первый день если у нас было там ну утром не считаем самов потом у нас был в обед обидный сход в 11 в час и первого карпа мы поймали вечером последний раз вечером это и была поклевка первых суток мы сидим вот утром у нас проход идет 8-9 утра и сегодня также был к сожалению обидный сход вчера позавчера то есть мы ловим там по 2 рыбки в сутки и удовольствуемся вот этим мало но друзья мы все равно не сдаемся будем работать до победного до самого финиша здесь бывали случаи когда все переворачивалось с ног на голову но конечно мы оптимистично настроены и у нас есть план all in вот я думаю что нам хотя бы чуть-чуть но удастся половить нормальную эту рыбку за пятерочку за восьмерочку хочется потащить хотя сезон я уже открыл по-моему это было 13-го да или какого да 13 января открыл сезон так что друзья всем участникам желаю удачи пускай победит сильнейший погодные условия сейчас жесткие всех проверяет погода на прочность Кеннерету работаем ранее утро мы приняли решение немножко подкормить потому что после вчерашнего шторма вряд ли вообще что-то осталось у нас грузило буквально лежали в 100 метрах на берегу поэтому я думаю что никакого форма там вообще нет поэтому с самого раннего утра мы подготовили лепешечек немножко и забросили в точку до сих пор у нас работает только одна правая точка у нас что-то хорошее тело она не собирается сдаваться уходит вправо но если рыба уходит вправо многие считают о том что откуда рыба пришла туда она и стремится вернуться но надеемся что нам удаст ее в полуточной выписи есть самая крупная наша рыбка удача и наверное все будет спела до сих пор и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сегодня у нас был сложный, трудный день, впервые за 5 дней. Поэтому сейчас готовим вкусный ужин. Жваный ужин для жваных гостей и для себя. Все эти завязанки. Разморить их. Насек. Простопище. Три минутки еще одну ждем. И вырубаем. На этом турнире были сложные условия. Временами были полегче. Но и шторм, и сильный ливень, и какие-то на береговой зоне водоросли. То есть все катушки, все удилища были в полной пыли. Откуда-то с Сахарой там еще какую-то пыль принесло. Я, к сожалению, всех этих терминных погодных здесь не знаю. Но на 16 все выдержали испытания. На этой рыбалке у нас были катушки Шамана Power Aero и новые Магнезиум. Что касается Шамана Power Aero. Это 14 модель серии XCB. Отлично себе катушки зарекомендовали. Это, скажем так, катушки уже премиум класса. Если их сравнивать с обычной Ультегрой, то, конечно, она уже, можно сказать, на две головы выше предыдущей. Она очень легкая. 510 грамм всего весит. Здесь стоит система защиты X-Protect, потому что вода агрессивная. Опять же, есть берега, где песок, пыль, все это летит. И должна быть хоть какая-то герметичность у этой катушки. Корпус очень легкий. И в сильный ветер, благодаря параллельной намотке, здесь Super Slow 5 система стоит. На самых дальних забросах мы ставили уже МГС и новые там Super Slow 10. Ну, и та, и другая параллельной намотке дает отличный выброс лески на дистанции 128-120 метров. Сильный порывистый ветер нам без проблем удавалось работать. Также здесь основная особенность, отличие от предыдущих катушек бюджетного класса, здесь стоит сразу же SR-душка. То есть ни при каких обстоятельствах у вас здесь в ролик пластиковая леска или шок-лидер не зайдет. Здесь он как бы полностью цельный и работает отлично. Здесь стоят 8 плюс 1 подшипников. Все они антигразионостойкие, поэтому закрытые в эксплуатации не нуждаются. В целом считаю, что аппараты по цене и качеству вполне себе тоже приличные. С напарником в том году, который сейчас не роли оператора, долго выбирали и остановились на этих моделях. Он очень доволен. Друзья, это была незабываемая рыбалка. В первую очередь, наверное, это рыбалка. Для меня, конечно, мы боролись и до последнего, вчерашняя эльдорадо, по-другому это нельзя назвать. Наша, можно сказать, награда за то, что мы 4 дня пахали, кормили и в шторм, и в ветер, и в дождь, перезабрасывались и днем, и ночью, дежурили без конца. Это вчерашние 2 крупных рыбы, просто нам подарили надежды, вдохновение и силы в сегодняшнюю ночь. Думали, что что-то может быть изменится, рыба там с нереста похолодала, двинется. Она действительно двинулась, возможно, только не вся. В общем, нам удалось отлично половить в январе. Это очень круто. Сейчас мы собираем снасти. Все оборудование, это самое любимое занятие для каждого карпятника. А у нас снастей очень много. Так что собираемся и едем на награждение. Что, друзья, сигнал финиш прозвучал. К сожалению, мы больше не поймали ни одной рыбы. Ждали мы вчерашнего эльдорадо. Но, увы, сегодня штиль. Очень потеплело. И, видимо, рыба, готовящая нересту, она у нас была вся пузатая. Там с икрой отправилась, наверное, на мелководные участки. А наш сектор самый, казалось, глубоководный и не совсем перспективный. Хотя соседи каждую ночь подлавливали неплохо. Сегодня вообще шесть рыб ждали. И каждую ночь они брали там по девяточке, десяточке, восьмерке. То есть крупная рыба крутилась. Что касаемо выбора точек, то у меня мысли только одни. О том, что поменьше служить советчиков. И опираясь на свои данные, на свою интуицию, гряда, о которой нам рассказывали, она, в принципе, наверное, вот все, что мы сейчас видим на берегу, заходит максимум метров там пять в воду. И дальше никакой там гряды, ничего нет. Мы старались привязываться к этому краю сектора, к этой гряде. Но посоветовавшись и, в принципе, единогласным решением команды, я поняла, что здесь просто идет, скажем так, поворот вот такой вот в левой части нашего сектора. И все бровки, и первая, вторая, и третья, что у соседей, что у нас, они повторяются и идут на одних и тех же дистанциях, только вот в этой части есть поворот. Возможно, ветер, который дул всегда как бы с левой стороны в наш сектор, он там, может быть, задерживался из-за этого поворота, что-то там оставалось, возможно, рыбе там было какое-то укрытие. Плюс ко всему есть, конечно, тенденция с нашей стороны в левую сторону свал. С левого соседей идет в правую сторону свал, то есть помимо этого поворота есть там какое-то небольшое углубление. Он у нас был вне зоны сектора, ловить мы там не могли. Может быть, какие-то другие причины. Ну, в общем, друзья, мы на данный момент и уже на итог финиша имеем 12 рыб. Не знаю, правда, честно, какое мы заняли место. Скоро сейчас будет церемония, награждение. Где-то в середине турнира на таблице мы так и остались. Удалось немножко побороть сходы, так как использовали маленькие насадки. Это классический тигровый орех с одной кукурузинкой. Наверное, каждая команда использовала эту насадку. Самая здесь распространенная, самая рабочая. Скажу, по вчерашнему клеву у нас был аншлаг. Были заготовлены несколько оснасток. И просто что было, то летело в воду и через 5 минут ехало. То есть вывод можно сделать только один. Когда не клюет, начинаешь перебирать там и презентации. Две кукурузинки, два тигрового ореха, и орех с кукурузой. Когда рыба есть, она клюет, и табун большой идет. Не важно, что и забрасывать. Палка через 5 минут сразу же буквально уезжала. То есть мы убрали термоусадку и с маленьким крючком получали отличные засечки. Как на крупной рыбе, так и на мелких тузиках. То есть это еще один опыт. Всегда думали, что термоусадка сделает засечку более агрессивной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Десятый турнир, международный чемпионат. И ко всему, первый раз в истории наших соревнований нам пришлось прерывать турнир. У нас были тяжелые соревнования. Это не первый раз, когда у нас тяжелые соревнования в плане погодных условий. Но реально такого турнира я не помню. Я хочу дать краткую статистику этого турнира. Ну, во-первых, общий вес поймы на рыбы 1 тонна 776 грамм. 432 карпа. Средний вес карпа в этом году, на этом турнире составил 4 килограмма 113 грамм. Если вы помните выступление Минахема перед началом нашего соревнования, он дал нам три ощущения. Первое, это то, что уровень воды будет подниматься очень быстро и поднимется минимум на 30 сантиметров. Второе, о том, что мы будем ловить крупную рыбу. Ну, и третье, что мы все выжили. Мы должны сказать спасибо, естественно, спонсорам данного турнира. Мы очень боялись, что на этом турнире у нас не будет призов, потому что, как вы знаете, состояние магазина довольно плачевное. Так что, в принципе, призы, которые мы получили от наших спонсоров, они доступны уважения. Костюм, что ты хороший. Начинаете хлопать, он идет медленнее. 11 килограмм, 650 грамм. На этом турнире у нас было очень много крупной рыбы, но никто так и не смог побить, пожалуйста, от команды «Джет Стрейн» «Котсалах» для «Гори Парс». Весом 194 килограмма, 795 тысячи. Команда «Кин Карп». Второе место на Комшеве. 60 рыб, 6-1, общий вес почти 253 килограмма. Бабор Л. Фокс. Начинать, знаешь, как бы... Вовремя отобрали, мы это все сделал. Первое место, Кобышон, 75 рыб, общий весом 293 килограмма. Команда «Джет Стрейн» «Джет Стрейн». Все три размера собрали уже. Команда «Джет Стрейн» «Джет Стрейн» «Джет Стрейн» «Джет Стрейн». Команда «Джет Стрейн» «Джет Стрейн». Продолжение следует...